У меня есть определенные качества, характеры, которые приводят к машинке. И у меня дочка сейчас 10 лет, и я вижу в ней появление вот этих качеств, характера, которые, мне кажется, очень похожи на то, что происходило у меня. Могу ли я, как сказать, приеду? Я сейчас не буду, про воспитание это понятно, и дальше опыт это тоже понятно. А каким-то образом, ну, понятно было работать с собой, чтобы эти качества, так сказать, изменить поступки, или с ней работать, где-то будет она сама, конечно, может себя перестроить. Ну, первое, что необходимо изменить себя, потому что пока себя не измените, но это очень важно, потому что она не знает, что ей надо менять, и глаз увидит то же самое, что у нее есть, и, ну, то есть, что ориентировать совершенно правильно. Ну, конечно, на том, на плане, есть какая-то взаимосвязь между мной и... Конечно, да, совершенно нормально, так и происходит. Потому что сын, например, вот, он совсем другой, у него нет, у него другие, и вы ее празднули, немножко как-то все по-другому. А у вас дочка, я там вижу, очень похожая на себя. Ну, она, видно, больше на вас настроена, поэтому и связь какая возникла. Ну, переняла вот это все, да? Вот. Что раз говорю, чтобы исправить, нужно либо найти какого-то человека другого, кому она пошла бы поучиться чем-то, да? Либо изменить в себе все, но это срок. А потом постепенно ее тоже научить, хотя она уже войдет в определенное, там, увлекательство. Да, пока вы еще, там, для 10 будете все менять, например, да, и уже 20, то есть она уже может найти, там, в связи с тем, что у нее вот это есть, она может, исходя из этих данных, найти, там, не того парня, да, и не отвалите, потому что она, ну, она такая, соответственно, и он такой. Вот. Поэтому я говорю, то есть она может уже войти в череду определенных количеств вещей, а семья, это уже, особенно если дети, это уже определенных, хотя это все можно будет исправить, но для молодых, эти 20 лет, это, как бы, уже полжизни позади, они уже 40 лет, это старость, вот. Поэтому для них это, как бы, серьезно такие вещи, но уже сможете помогать, да, через 10 метров реально сможете помогать. Там важно делать так, чтобы, прям, не навязывать, а, как бы, слегка, чуть-чуть подсказать, да, ни в чему не обязывали. Вот. Ну, посмотрим на себя. Ну, в любом случае, на себя надо удавшить. Марат, так мы с такими явлениями, как панические атаки. Раньше вообще не знали, что такое, потом начали сыграть литературу, и, оказывается, сейчас очень, ну, информацию, сейчас очень много, оказывается, людей вот этими явлениями страдает. А раньше вообще, в советское время, не причастливались к каких-то декорам. Чем это связано вообще? Ну, я считаю, что это связано с тем, что у человека нет своей опоры. То есть он не простроил опору, и внешние силы начинают на него давлить, он не может с ними справиться. А, скорее всего, по прошлым упрощениям что-то подобное было. То есть не справлялся, да. И в этом уплощении всплывает, и как бы первое всплывает вот это вот чувство, что вот сейчас опять случится беда. И с этим очень трудно что-то сделать. Ну, психологи называют это скелетами, да, подсознание, работа подсознанием. Вот, фобия, фобия, не знаю, странная. Еще раз надо создавать опору в себе, но не... Я бы сказал, что на сегодняшний день не каждый может в какой-то обозримый срок создать такую опору. То есть это серьезная вещь, и зачастую надо просто такого человека в этот момент, чтобы нашелся кто-то, кто его поддержит. Тогда, блин, как бы легче будет. Ну, просто бывает так, что у человека... У него недостаточно сил, чтобы это преодолеть. Не только в этот момент, а вообще в течение всей своей жизни. Так бывает. Еще это непростые вещи. Я просто сам пережил, и вообще с тобой не сего казалось. И, слава богу, что он не восконцентрировался за тем, как бы и есть. Ну, у меня таких атак не было, хотя нет. Знаете, у меня в определенный момент моего развития что-то подобное возникало. У меня что-то какие-то пласты какие-то вскрылись, кармические. У меня что-то такое возникало. Но я спокойно к этому относился. То есть, как ни странно, да? То есть, я просто чувствовал определенные вещи, но я их легко преодолевал. А с чем мне, допустим, пришлось разбираться серьезно в этой жизни, поскольку я занимался скалеологией, скалолазами. Занимался, как-то таковым занимался. В горам ходил. Вот. Это со страхом высоты. И самое большое впечатление у меня было это в Крыму. Я залез, там гора есть такая, парус, значительно высокая. Ну, скалолазы все ее знают. И маршрут-то был простенький. Больше того, я шел даже не первым, а вторым. Там передей шел более опытный скалолаз. Вот. Как бы... В общем, мы вылезли почти до самого верха. Там вниз. Ну, наверное, метров 200 было. Не знаю. Ну, очень, очень высоко. И меня заставили висеть на такой вот маленький такой вкладыш. Щелочку он вкладывает. Этот тросик торчит. Ты к нему пристегнул. Но, как бы, нагружать его, это строковка, да? Нагружать его, как бы, не хорошо. Потому что, если он улетит, то все, как бы, там улетит. Вот. Там, конечно, веревочка проходит. Но это, как бы, не удержит, скорее всего, не удержит. Потому что, рывок будет большой, пока ты пролетишь. И я висел, пока получилось, на перестежке. То есть, там прошел первый. Я, как второй, по опыту, значит, сидел на этой перестежке. Там перестежка, нужно было перестегнуть веревку. А еще шли там трое, по-моему, за нами шли по этой же веревке. Они должны были... Я должен был посмотреть, чтобы они правильно перестегнулись. А то упадут. Нужно было выстрел, там так. Встегиваешь одну, вторую встегиваешь. То есть, в такой порядок. Потому что люди в таких условиях очень по-разному делают. Некоторые мимо встегивают и считают, что встегнулись. Вот реально. Вот. Надо было за всем этим проследить. И меня заставили там висеть что-то не полчаса. Там щель вот такого размера. Щель вот такого размера. Я там ногами так вот вскорячился. Специально тапочки. Руками взять щель прихватился. И я там... Лоб вот такой уходит. Он вверх уходит, закругленный слегка. И вниз уходит. Под меня вот так вот уходит. Большая отрицаловка. Я смотрю и вообще скалы не вижу. Я вижу только пропуск туда вниз. Вот я там прорабатывал страх высоты. Потому что с одной стороны страшно. А с другой стороны нужно мыслить ясно. Работать. Кроме того, что я за собой должен следить. Чтобы не сделать что-нибудь гнетать. Я еще должен за другими следить. На мне ответственность. Чтобы они правильно перестегнули. А еще, когда они проходят, мне нужно как-то там отвиситься, чтобы им не мешать. Чтобы они пролезли. А лезешь ты руками все равно доскалей. Руками. Хотя маршрут простой. А самое смешное или грустное, пожалуй. Грустное. Потому что мы когда пришли на этот маршрут. На соседнем маршруте. Девушка разбилась. Руководитель. Руководитель группы другой. Она сама вылезла. Неправильно. Там пристегнулась и разбилась. Представляете? И вот мы и после этого нашли. Вопрос такой вот. Кобрас Ефимов говорит, что даже однократное употребление небольшого количества алкоголя перекрывает канал с Творцом, как он называет, минимум на три года. Так вот, насколько употребление, ну там скажем, 50 грамм вина раз с полгода. Насколько оно вредит? Я так не могу сказать, потому что люди разные. Что касается Коблской оценки, она тоже весьма условная. Я не знаю, откуда они цифры взяли. Еще раз говорю, люди разные. У меня конкретно мой опыт был. Я рассказал, что я там поехал на семинар, когда я с этой высокой частотостью работал. То есть пытался на него выйти, да? Я уже знал, что это такое высокой частоты. И нашел людей, которые с ними работают. Я поехал не на семинар в другой город. А я тогда еще употреблял алкоголь. В общем, я побыл на семинаре, настроился на частотовый супер и пошел там в ресторанчик пообедать. Вот. Ну, недорогой такой. И заказал себе бокал на сухую. Вот. Выпил его, и у меня частотость их делал. Это последний раз был, когда я алкоголь употреблял. После этого я два часа восстановил. Восстановил или три часа, я не помню. Ну, в общем, он переговорит и такой срок. Я восстановил частотность. А когда восстановил частотность, то восстанавливается связь. Автоматически. По закону резонанса. То есть вот у меня, я переработал алкоголь за два или три часа. Ну, пусть за три. Вот я переработал, все восстановил. Но после этого я реально трудился. И после этого я подумал, зачем мне она нужна? Вот это вот. И все. И перестал. Вот. Ну, с тех пор я не пробовал. Это уже, я не знаю сколько. Больше пяти лет. Вот семь, наверное, почти. Может пять-семь лет. А мясо? Да? А мясо? По поводу мяса. Сейчас про алкоголь закончу. Да. С тех пор я не пробовал. Я вам так скажу, что первое, что опасно в алкоголе, это потеря сознания. То есть человек перестает соображать. Он перестает быть человеком. То есть человек, человек, я работаю. На уровне процессов, которые в нем происходят, сознание перестает участвовать в организации процессов. У нас голова участвует в организации процессов. Вот. Голова перестает в этом участвовать. Даже если мы не думаем, что головной центр все равно работает. Понимаете? Все менее разные. Как собака, семья. Баран. Понимаете, о чем говорится? Вот. То есть вот этот период мы перестаем проживать как человек. Соответственно, это ложится на нас с кармической нагрузкой. Мы родились человеком, а живем как животное. Тогда зачем нам тело? Зачем нам такой уровень организации в сознании? Зачем нам эти возможности по развитию, раз мы себя так видим? То есть это и идет отказ от развития. Понимаете? Вот. То есть первое, еще раз говоря, алкоголь влияет на сознание. Отключает его, по сути. Вот это первое. Второе – это потери частотности. Вот два минуса, с которыми лично я решил не мириться. То есть я просто перестал управляться. Это мое решение. По поводу трех лет, не трех лет, я не знаю, откуда нельзя. Или еще раз говорю, все люди разные. Надо смотреть. То как. А тут вообще не бьет, но он не может отключиться. Кстати говоря, среди сторонников концепции общественной безопасности. Такие есть, их много. Они просто не знают, что такой божественный мир. Потому что они не могут выйти на эти частоты. То есть в прямой связи им все равно нет. Ну, это уже их дело. Я как бы не буду же ходить им всем объяснять. Мне скажут, это какой-то твой. Мне и так там, я когда нашел-то радость, там столько всего подописали. Вот. Ну, это в целом просто. В целом. Теперь по поводу мяса. Понимаете, дело в том, что я в свое время там, подлетел слишком высоко. Потом с трудом вернулся. И с тех пор меня наверх тянет, как пылесос. Если я не буду есть мясо, я здесь буду утончаться. Мясо вообще занижает частотность. Но я это использую как якорь. Потому что иначе я улечу здесь. И скончусь просто. Ну, физичка оболочки сброшу, да? Потому что ослабеет или сброшу. И улечу. И все. Поэтому мясо на меня по-другому есть. Я не знаю там, кто как и что. Но если вы будете заниматься по нашей программе, то, скорее всего, мясо может быть у нас. У нас разные люди с разным уровнем питания. Мы не ссоримся. У нас в семинарах на том и том же семинаре будут присутствовать те, кто есть мясо, те, кто вегетарианцы, и те, кто сыроеды. У нас три группы есть. Сыроедов мало, правда, но есть пару человек. Может больше, я не знаю, не считал. Скажите, а кофе? Кофе лично я не люблю. Ну, как оно влияет тоже на мастерство? Да, это... Кофе не хочется. Сейчас скажу. Кофе – это низкочастотный напиток. На мой взгляд, он понижает частоту. Хотя... Нет, не совсем правильно я сказал. Кофе понижает частоту физического тела. Вот если у вас воздействие на физическое тело идет, то кофе оказывает на него влияние именно на физическое тело. Может быть, немножко эфирность забивает, не знаю. Но в основном... Неправильность именно в физическом теле возникает в результате восприятия кофе. Не влияет на... На тонкий может не влиять. А зависит от уровня развития. Потому что... Просто я... Ну, допустим, у меня низкое, да, воспри давление. Если я утром не выпеку, в Индии, то день будет. Вот. У меня потом очень болит голова. Я пробовала и без кофе вот этой утренней чашечки. Попробовала. Ну, в такой момент, в принципе, такой стенда. Есть особенности. Я же тоже черный чай пью. Хотя... Многие говорят, что это тоже так вот. Но он по уровню силы соответствует мне. То есть он... Я питаюсь чаем, я питаюсь. Я там... И вообще не могу пить. Он... Мне не подходит. Вообще никак. А с сигаретами какие-нибудь? Сигареты? Это, да. Это хуже. Сигареты аж до астрального, ладно, достают. На самом деле, элементарные задевают. То есть все нижние тела, по сути. Ну, там надо смотреть по людям. То есть... Есть у человека... Прописывается эта привычка у человека в сознании. Именно прописывается. По-разному бывает. У них это только в чувственной сфере прописывается. То есть на уровне сознания, ему все равно курит, он не курит. А на уровне чувства, у него какая-то потребность. А у них это прямо из сознания такое. Надо обязательно. То есть... Канабиноиды то же самое? Что? Канабиноиды. Ну, трава, мульклама там, мамаша. А, мульклама? Нет. Немножко по-другому. Я видел, как мы не употребляли. Значит... Что я видел? Я видел, что вот здесь, вот здесь у человека, да, вот как раз лобные доли, возникает какая-то сущность посторонняя, которая начинает управлять определенными всеми, но определенными процессами в человеке. Это посторонняя сущность, реально другое существо. Я когда этих ребят увидел, ну, я там с ними отдаленно знаком был, я так над ними смеялся и говорил, вы так больше никогда не делаете. У вас здесь эта штука сидит. Это реально, это мир растений. Вот эта штука перехватывает процессы и сводит человека за состояние овощей. Реально. Просто там, насколько человек может сопротивляться, сколько он будет сопротивляться. Вот там, по длительности или по дозе, да, или по длительности вообще. Это уже вопрос к тому, кто насколько крепкий. Вот, в принципе, эта штука, она служит человека до уровня даже не живой, а растения. Вот по тому процессу, который я выбрал, я могу сказать. По сути, получается, мариквана – это разумное растение. По сути, да. По сути, да. Она использует неразумное, разум ни при чем. Да, сознание у нее есть какое-то. То же самое. Да, но они их использовали как посредников для достижения своих целей. Не чтобы вы курите кайфами. Кстати говоря, вот этот пиот там вообще никакого кайфа нет. И знаете, что от него, извините, все блюют. Там выворачивают всех на их знаках. Я сам не проходил эту процедуру. Я просто знаю, люди, которые проходили. Там вообще кайфуют. Потом галюстанации начинаются, и они могут быть достоверными, а могут быть недостоверными. Там от человека зависит. Вот. Мне предлагали, что у меня как-то не сложилось. Я даже почти согласился, что у меня не сложилось. А потом уже переросли, и все. Траву, и все. Зачем она нужна? Ну, и ЛСД тоже, да? Категория ЛСД тоже относится к этой категории? Не знаю. Просто психотерапию сейчас все используется. Но есть такая школа, которая специально ее употребляет ЛСД. Хотит такие измененные состояния и потом описывает. Немцов предлагал какой-то наркотик тоже, чтобы с героина слезть. Какой-то другой. Не видели? По телевизору, в девяностое годы. Немцов, вот, ему партия какая-то называлась. Какая-то Немцов? Авторус в Москве. Вот. А потом выяснилось, что с этого наркотика синтетического вообще слезть невозможно. Да. Вот они какие-нибудь волосы. А потом память ему. Сначала рогами надо было отчеркнуть. Поэтому главное, что спинять. Вот. Хоть что-нибудь. Не знаю. Про ЛСД я просто не видел. Лично не видел, поэтому сказать не могу. Нет. Просто есть известная школа психотерапевтическая, которые, в общем-то, с этого учились. А потом они уже типа лечили. Ну, ведь он так лечил. Нет, вы знаете, дело в том, что если говорить про вот эту всю психотерапевтику, да, то раньше очень правильное название было. Душей на больную. Вот. Оно отвечало уровню. Потому что, когда душа больна, она начинает влиять на сознание, и человек начинает реальность про другого воспринимать. Вот. Но изначально причина в душе. И надо душу исправлять. А они то наркотики, то только влечь. Создали стрессовую ситуацию, чтобы человек там что-то у него перещелкнулось, он подумал, ну, кому-то может помогать. Но на самом деле, надо глубоко, серьезно разбираться, что и как. То есть, я на данный момент, честно говоря, я не готов, но я понимаю, что и они неправильно ведут. Вот. У них же так и получается, что все тяжелые, и они просто запирают, да и все. А алкоголизм тоже до растительного уровня? Что, что? Алкоголизм до растительного уровня? Нет. Алкоголизм под землю опускает. Чертян. Чертян. Они же чертиков так и видят. Вот эта белая горячка. Конечно. А хоть и белая. А получается так, что вот эти чертики, они как бы подпитываются, да? И как бы ходят? Да, конечно так. Да, питаются. Да, питаются. У нас заканчивается время, да? Да. Хорошо. Продолжаем разговор. У нас еще где-то час. Где-то, что слышу. Я не спрашиваю. Я потом не могу. Я потом не могу. Я потом не могу. Я потом не могу. Я не могу. Я не могу. Есть вопросы какие-нибудь? А, а за знозами, можно ли сказать? Да, да, что вы? Ну, они же говорят, что если человек живет правильно, то его и его семью должна виновать там в какие-то сложности. Однако, что... Батя болезнен. Он же ушел, а когда так? То есть, вы считаете, что если человек правильным образом живет, то часть опыта он собирать не должен? Ну, я не знаю. Да. Ну, это вот, по крайней мере, как усердываетесь? Ну, просто человек не все знает. Немножко заблуждался. Он в какой-то степени то, что он в залу назвучивал, и это было правильно, а вот то, что он говорил о тех областях, которые он на самом деле не изучил, но он думал, что должно быть так. Это, конечно, уже... Ну, допустим, я на это внимание не обращал, потому что... Ну, это когда видишь, что целиком противник, я понимал, кто он такой, на каком уровне находится, с какими знаниями он обладает, а какими не обладает. Для меня то, что он говорит, уже о том, что все темы. Понимаете? А то, что там люди увлеклись чем-то неправильным, ну, это их общий коллективный ответственность. Вот. Поэтому невозможно, понимаете, невозможно прожить, так сказать, не заходя в грязь в нашем мире. Дождик прошел уже грязно, да, но в городе был еще асфальт, а в деревне, допустим. В босоножках не побегаешь. Наша задача, чтобы эта грязь внутрь нас не проникала, чтобы она только снаружи была. Вот это посетимся, помоемся и все просто подсобрали, да, и опять чистые. А если она внутрь проникла, тогда это уже меняется внутрь. То есть мы изнутри грязно становились. Вот это вот домоскопия. Вот. Вот. А сюда входят все очень активные переживания, там, клятвы, я говорю, проклятия. Что там еще говорят? Месть осознанная. Вот все вот эти поступки, они внутрь, говорят, зовут. Месть осознанная. Вот. Эти вещами не надо заниматься. А чего не хватает положения на церковь общественного запад? Да. Ну, не хватает более высокого уровня, потому что, ну, у них доработано там, скажем, у них проработан человеческий уровень очень хорошо. По уровню человека у них очень хорошо. Они посмотрели вот этот животный, полуживотный уровень, они тоже описали не тот. А божественный уровень они описали очень скутно. Там божественное пустительство, там, что там еще, вот это упущение. Вот это, вот так у них описано, очень смутно. Ничего явного нет, у них нет следующей ступени выхода человека на божественные угли. У них описано, как просто сотворчество, да, там, что-то такое. А как вот, а вообще бог не ставит? То есть вот этого нет, и механизмов этих нет. И получается, что все равно там, кесарю кесарю, а кесарю следствием. Да, да, да. Да, потому что, ну, нет, нет перехода. Окончательного. Она поэтому и не идет, говоришь, что это? Она не идет, потому что есть такая вещь, как канцелерин. Что? Он канцелерин. Это язык, сухой канцелярский язык, неживой. Для научного языка, конечно, техники, технологии там. Для народа, для народа, они же не все писали, они писали для народа. Для народа надо писать по-пушкински, они же Пушкина-то любят. Напишите по-пушкински. Вы поищите, поищите ролики по поводу канцелеринга. Есть один товарищ, но он, конечно, перегибает палку, он слишком унижает концепцию там, в своем ролике. Но он конкретно все рассказывает. То есть сторонники концепции этот ролик смотреть не будут. Потому что у них отвращение, они не могут, не смогут убрать вот это вот отношение этого товарища. Хотя, если брать просто суть, он очень четко раскрывает. Я вот этот ролик показывал и Тарану, и одновременно Фефелову показывал. Это кто, не Греба ролик этот? Или Вытинков? Чей ролик? Не Греба? Нет, не Вытинков. Вытинков, я считаю, вообще очень некрасиво поступил. Я в свое время хотел, кстати говоря, завязаться с этим телевидением. Хотел у него поуступать. А потом посмотрел, какие ролики он снимает. И я очень рад, что не связался с ним. Он очень некрасиво поступил. Еще Величко вытащил. Величко очень хороший человек, если он лично знаком. Он был в свое время, в принципе. Давно мы с ним встречаемся. Вот. И как бы, ну, некрасиво это все вышло. Они пытаются, извините, сейчас практически сделать программу. Я в ней поучаствую. Потому что они, знаете, что сказали? Записали ролик такой. Сергей Глупов записал, что нам нужно, если мы хотим что-то сделать, ну, как бы, концепция общественной безопасности, да? Написать свое видение развития России, да? А то некоторые, сказал Сергей, занимаются всякими там медитациями. И, знаете, может быть, кто-то даже не... Ну... Про вас лично он так сказал. Ну, почти что, да. Он сказал, а то не... Да. Я могу даже ссылку дать. Вот. Ну, меня это задело. И я написала им свое видение развития России в этот же день. Я два дня писала и отослала им. Ничего слова задело. Значит... Вот. Поэтому я просто думаю, что они пытаются выйти, да? За рамки вот этой концепции, которую они написали, да? С течение 17 лет. Ну, вот, я не знаю даже вот для себя. Правильно я сделала, неправильно я сделала. Я вижу, конечно, ограниченность того, что я написала, да? Ну, вот, я решила все-таки среагировать на вот слово, что некоторые медитируют. Вот. Могу вам, например, переслать на беседку, почитайте ее, может быть. Я вам так скажу. Смотрите. И хотите переслать, я действительно не состою из шинка тогда в рассуде. Вот. Я вам так скажу. Дело в том, что на данный момент я, вреда концепции, не вижу человека, который мог бы возглавить, например, страну и повезти ее куда-то. Почему? Потому что они ограничены. Даже Валерий Виктор Спекин. Я, на самом деле, ко всем хорошо отношусь, потому что они делают очень хорошее дело. Но, когда они, не развив себя до достаточной степени, до масштаба личности, да? Который вот этот масштаб должен внестить в себе всех жителей страны, все их чаяния, все их надежды, все их проблемы. Например, вот это все должно вмещаться в одном человеке, который собирается эту тему руководить. И команда у него должна быть такая, потому что он один, не состоит, и все страны их не управляют. Ему нужно будет помощник. Я говорю, я там работал директором одной фирмы. Это мне вот такое количество просто на подкис приносили. Я сидел, подписывал. Мало захудал и фирму. Вот. А когда ты страну руководишь, у тебя все, сколько процессов-то одновременно происходит. То есть часовые поляса нарезаны. И это на физиологию накладывается. Ты не просто в состоянии будешь со всеми поясами работать. Вот. Так вот. Они должны перерасти сами себя. Они должны развиваться. Они там медитации. Ну тогда хорошо, занимайтесь научным трудом хотя бы. А вы все в эту политику. Политика это тупик, это отвлечение внимания. Вам будут всю жизнь рассказывать, какие американцы плохие. Или, например, большинство людей попали в ловушку. Ну я еще говорю, к Валерию еще я хорошо отношусь. Это ловушка его программы. Потому что он через эти программы пытается популяризировать концепцию. И не раскрывает ключей, как он делает анализ. Не раскрывает. Много раз писали. Расскажи как. Вот. Читайте. Да. Читайте. Это вот две концепции. Да. Так вот. А как он его делает? А как он делает? Я думаю, что он работает в ключе. Чего, обижаетесь. Это мое мнение. Доброе, занимайтесь. Это мое мнение. Я думаю, что он работает в коллективе. Может что-то было бы сообразить. У него есть источник? Да, да, есть. Я имею и такие источники. Так, политику выкрал. Да, так вот. Это отвлечение внимания. Людей просто сажают на то, что наша сегодняшняя жизнь, наш достаток и прочее, зависит от определенных условий. Например, условия капитализма, социализма, то есть какое у нас строение государства, конституции, и все прочее. И людей вовлекает в это все. Ну, извините, это материальный уровень. В лучшем случае мы можем выйти на нравственный уровень, если мы будем готовы поделиться с ближним. Но у нас же даже при социализме один получал условно 300 рублей, а другой получал 60 рублей. И тот, который получал 300, ему даже в голову не приходило выделить какую-то часть, указывать взаимопомощи в рамках всей страны создать. Даже в голову не приходило, а помочь человеку там. Но у нас государство на самом деле занималось, ну, к примеру, там, кому-то купиловки, да, бесплатно удалось, вот это все было. И много бесплатного было, конечно, государство работает. Но люди, каждый лично, вот понимаете, вот как бы вот государство, а вот я, да, я что-нибудь могу кому помочь мне? Вообще должен я, может или нет, или, а государство подобудится? Вот позиция какая? Вот, это материальный план. Если мы выходим в духовный план, то там все по-другому. И старым концепциям общественной безопасности нужно понять, что ставку нужно делать не на политику, а на духовность. Тогда будет и нравственность, и совесть, и политика будет выстроиться нормальным образом. Потому что в основе политики должна лежать какая-то система ценностей, должна лежать нравственность. К этому надо стремиться. А у них человеческим уровнем это ограничено. Это они частично дают. Дают лишь частично. Все равно ставка на политику. А ставка должна быть, еще раз, воспитание, посвящение образованию. Они хоть чем-то пытаются заберемить. Нет, я поэтому и говорю, что я... Орген других людей настолько низкий, что... Так я согласен, я говорю, я за распространение... Нет, я за распространение концепции. Просто вопрос-то был недостаток концепции. Вопрос был недостаток концепции. А как я? Да, за распространение, потому что хочет что-то есть. Я согласен, да. Но еще раз говорю, я пока не вижу ни одного лидера, который мог бы возглавить всю страну. Потому что они... Ну, допустим, Валерий Викторович спортсменов ругает. А разберись, кто они такие. Они же разные тоже все. Продажные есть? Конечно, есть продажные. Но даже продажных многих можно перевоспитать. Просто условия надо создавать, а вот они государства, другие. А хотят вообще просто там... Ну, что получится? Всех подкурить. А вот он опять скажет, а вот новый Сталин пришел, да, и репрессию устроил. На ровном месте. Общество не пытается... Нет, он так не вырастает. Понимаете, человек должен изучить, он должен научиться понимать все. Он должен научиться, как бы, действовать. Во благо, с одной стороны, большинства, а с другой стороны, не ущемляя меньшинство. Или тогда поговорить с этим меньшинством, объяснить, что они заблуждаются, что так действовать нельзя. И вот, пожалуйста, есть другой образ жизни. Их теория станет в том, что, как говорится, седьмой уровень народа не такой, что у него будет запрос сформировал. Вот в России уровень народа не такой, что запрос сформировался, но и уступил. Да? Вот они предполагают, что если Россия будет поддержать, что будет еще это повышать, то дальше еще появятся новые какие-то люди, новые политики, которые смогут продолжить это делать. Ну, я считаю, что здесь от обратного. То есть, я понимаю формулу, что каждый народ заслуживает своего руководителя. Но на самом деле идет от обратного. То есть, сверху назначают руководителя, я имею в виду совсем сверху, обменных планов. А дальше народ любопринимает, либо не принимает. То есть, Россию постоянно вот так вот вытягивают. А есть руководители, которые пытались переродиться. То есть, они ставились по такие задачи с западом, а в итоге они поступали по-другому. Не так, как запад планировал. Вот это с романовскими царями, с некоторыми так случилось. То есть, их-то ставили вообще полностью по западному проекту, да? Все романы были такие. А выяснилось, что жены, все вокруг, помощники. То есть, я считаю, дело не в народе, а дело именно все это сверху устраивается. А народ принимает или не принимает. Если народ принимает, тогда что-то получается. А если не принимает, тогда беда. Действие нужно собрать, что в конце концов сверху можно закончить. То есть, опять, если чему-то народ соответствует, сверху идет. А если уж совсем не будет, то и сверху перетеродим. Нет, совсем не будет. Потому что, ну, понимаете, что это вот там у каких-то детей наших, да? Родимся мы, переродимся. Да вы поймите, что вот этот вот конец России, он наступал уже сто раз. Давайте вспомним смутные времена. Ну, я не знаю, примеров там множество. Это вот казалось, все растоптали. Да вот Великая Отечественная война, до Москвы же дошли. Они же были убеждены, что все, конец нам. И здесь многие тоже отчаялись уже. Сколько еще раз можно пока остаться? Мы сейчас вот из темных времен вышли, дойдем до света. Все поменяется. Сейчас же вопрос заключается в лидерстве. Кто возглавит мир? То есть, до этого возглавляли в темные времена агласации. Были их правила там, что право сильного. Право сильного. А дальше, если кто-то сильнее, то как мани его. Ну, они говорят, две методики по 15. Не можешь силы, то как мани. Вроде. Пуфин сейчас говорит, что все уже в последний срок. Кроме больше всего. Да при чем тут Пуфин? Ну, понятно, конечно, но он тоже, если можно его понять, сколько, что же, каторга такая, сколько можно. А другие листики нет на другие? Ну, сейчас посмотрим. Хорошо. Подожди. Даже венец как-то мне. Да, да, да. Да, да. Сомневаться не надо. Вы поймите, развитый человек, он при любой власти живет лучше, чем не развитый. У нас, прежде всего, индивидуальная ответственность. Дальше идет общественная ответственность. Но чтобы дорасти до общественной ответственности, понимаете, вот мы можем взять человека, не разумного этого. Да, мы можем взять, конечно, мы можем взять не развитого человека, назначить его на высокую должность. Он тут такого надворит. А изначально будет все хорошие лобзунги говорить, причем сам мысленнее будет в этом деле. Это не то, что вот эти сейчас так называемые демократы западные, либерасты, которые говорят о хорошем, а подразумевают плохое. Ваш единицы, получается, на 2-х людей раз, ушли из себя? На начальном этапе да, не получается. А мы же все равно на каком-то итоге не ушли, а потом, чтобы они все-таки при других повели? Я стараюсь, я говорю, я специально предложил, уже несколько лет назад это было, я предложил людям, учитесь выступать, берите люк. Какую тему, какая вам интересна, берите, делайте этот доклад. Я вот взял и рассказал про велосипед, понимаете, вообще на ровном месте, и стало многим интересно. Какому-то не понравилось, мне большинству понравилось. Ну вообще, как это можно пришить, эзотерики, велосипед, каким богом, я рассказал на семинаре, мне не понравилось. Ну вот, возьмите, сделайте докладик такой, любую тему, учитесь, пожалуйста, вот это же, если вы собираетесь становиться общественными деятелями, там, руководителями, вам надо уметь общаться с людьми. Вот навык, приобретайте, бесплатно совершенно. Вот, приходите, приобретайте, я от них и не хочу. Что я могу сделать? Это кирководитель, да, и не правят поступать. Кто? Вот, без сображек. Кто не ходит, уходит на бред? Да нет, поймите, что изначально, изначально, пока мы не развиты, то вот эти лишние связи, внешние, они вредят у человека, и надо разобраться с собой. И надо, ну, я вообще скажу, надо переродиться. Нужно убрать вот эти свои всякие. Нужно научиться своим интересам уравнивать с общественными, для начала. Потом нужно понимать, в каких пропорциях общественные и свои интересы должны сочетаться. Потому что бизнес, допустим, бизнес, это свои интересы, общественных вообще нет. Общество, это нагрузка, это налоги, которые у нас довели до какого-то кошмара, до абсурда, когда налоги больше, чем прибыли. Хотя налоги вроде с прибылью платятся. Кстати говоря, вторая, вот, вещь, первая, это банковский процент, а вторая вредная вещь, это аренда. Аренда не с прибыли платится, она просто платится. По факту. Приходи, заходи, Лужков начал поднял Москву. Вот это же, считай, это бандитство. Они заняли территорию и сказали, а теперь платите за то, что вы хотите сходить, да платите. Ну, понимаете, это же узаконенная бордиться. Вот. Две вещи, которые мешают проявлять инициативу людям. Это банковский процент, который ворву, востоянный собор на деньги невозможно опереться. Даже капиталисты все вот таки, с большими состояниями, у них тоже все это тает. Там же у них расходы на много больше, потому что... Яхта полагается, самолет, вертолет, там, это очень дорогосовичные вещи. Под это нужно доход огромный убить. А у них раз, доход заходил, и заходил, и в какой-то раз обрезать, тратить. И все, он думает, еще на грязь хватит, и все. Какая разница в нас, в позиции нашего личного развития, какая разница, если мы разберемся в себе, мы уже сделаем сейчас вперед. Ну, понимаете, я же, я говорю, я занимался 20 лет. 20 лет назад я был абсолютно, ну, там, как все остальные, не особо интересным. Ну, не более чем по стране. А на данный момент мне реально есть чего рассказать, причем я ответственность несу за то, что рассказываю. Но это срок, это труд, приложенный к себе, там, не за какие-то деньги. Я говорю, что пока мои одноклассники покупали машины-квартиры, да, там, мне квартиры не все купили, машины купили все. Вот так уже по многу штук, да, мы меняли. У меня в этой жизни машины не было, да, не владел я машиной. Квартиры там, в которой я родился, она там просто, да, не покупала их. Я в этом смысле, извините, нищий, ну, если бы не нищий, да, бедный, как это, назой, да, несостоятельный. Вот, да, несостоятельный. Правильное слово, не стоя. Нет, нет, нет. Только на велосипеде хватило. Не имеющий собственность. Не стоя. Вот. Самый зеленочный устроенный. Ну, извините, все на генералове все были такие. Вот они ничего не... Они только так, странно все тоже не знают. Вот, да, 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 да. Вот, видите, конфетки... Так вот, я говорю, понимаете, я все это время занимался, собственно, развитием. Но вместо того, чтобы зарабатывать деньги, я там где-то урывал их, как-то, какими-то случайными заработками и тракал. Я даже, я занимался самообразованием, потому что у меня не было времени куда-то ходить и там что-то изучать. Я все это проходил просто самостоятельно. Браво, изучал что-то. Вот. И на данный момент, по факту, по факту, вот я достиг, да, вот, определенного уровня знаний. Определенного уровня развития. И мне это дало высвобождение из ситуации. А у них что? А у них есть машина, а у них заботятся. Они без машины себя чувствуют неудобно. А на сегодняшний день так серия сразовалась, что, в принципе, без машины нужно обойтись, можно сказать, такси. По крайней мере, по городу это не дорого. И в другой город приезжаешь, если не из города, в другой город приезжаешь, там тоже это не дорого. Можно там или на месте взять, или вызов по телефону, сейчас вот это все. Пожалуйста. То есть я этим не ограничен, машина мне, по сути, не нужна. Я на нее никакую. У меня был спец, как все. У меня машина. Знаете, что я был спец, дороже машин. Вот. Я, правда, такой никакой мне не нужен. Я припомню. У меня есть даже в этом столбе, я понимаю, что он мне не нужен. Стырят еще. Да, стырить-то будет легко. И машина, она же, как кто-то еще и из наших химолистов говорил, что это состояние стоит уже на колесах. На улице на колесах, без присмотра. Понимаете, я реально обрел определенную свободу. Я сам себя выслабил прежде всего тем, что я понял, что многое просто не нужно. А у них этого понимания нет. А графика как обменяет. Не применяйтесь, а на ней жить просто. Надо понимать, потому что, извините, одним попом на двух столбах не сидеть. Нужно где-то жить. Либо на земле, либо в городе. А нам возможности не дают. Мы не можем жить на земле, потому что там невозможно зарабатывать. А тот колосок земли, который выберет, его даже обработать невозможно, чтобы с него жить. То есть земли надо больше. Потом я уже в статье писал, перепад управления, или матрица будущего. Если с детства воспитывать так, чтобы дети вместо того, чтобы дурака валяли на каникулы, до лета мы ездили в деревню и учились там жить, в деревне. Огород сажать. Постепенно, пожалуйста, дополнительно агрономами бы стали к общему школьному образованию. То есть они уже умели бы жить в деревне, и этот переход легко осуществили. Вот сейчас, допустим, взять там, ну сколько, 5-летних, 10-летних, да, и начать вот так с ним ездить. Через 10 лет, 15 лет мы получим поколение, которое готово уехать. Осталось только подготовить программы, ну, к примеру, там, фермерства, ну, к примеру фермерства, да, или колхозов, например. И то, и другое можно сочетать. Почему вы видите, на этом все зависит? Это понятно, что на сегодняшний день, чтобы жить, надо пойти в магазин. А чтобы пойти в магазин, нельзя просто поулыбаться там, или, там, когда образовались, эксплицать, или еще что-то. Нужно получить деньги, а деньги банки выдают. Ну, банки по факту выдают деньги. Вот, все, завязали цепочку. Просто, чтобы жить, нужно иметь хорошее отношение с банком. В квартире хоть нужно было сквозь, чувствую, если квартира, типа банки. Ну, да, все, да. Конец. Вопросы есть еще? Что, можно... Да, ну, кроме концепции общественной безопасности еще, что альтернативное что-то существует, кто еще не знает об этом. Ну, кроме девятого, там, допустим, еще какие-то такие... Альтернативы. Альтернативы самих концепций, самих концепций, вот есть концепции общественной безопасности, есть там девятовские какие-то там исследования, есть там... Альтернатива к чему, я не пойму, концепция, она разнообразная, она ставит множество вопросов. Нет, имеется в виду, самих концепций. А, ну, вот видичные знания, только их полностью не раскрыли, и, больше того, их еще искажали. Видичные знания, они намного обширны. Они обширны, но они, как бы, все равно не привязаны, как бы, к современности. Они, как бы, ну, во всем и ни о чем, условно говоря. Нет, нет, смотрите, вы просто... Нам вот не так дают, и вы не можете специально привязать. Давайте я вам привяжу физические знания. Смотрите, нравственность нужна? Привязана к современности? Привязана. Не может привязать. Но та же концепция, он тоже об этом же говорит, будет другим языком. Нет, подождите, смотрите, все действия, которые совершаются на земле, совершаются людьми. Ну, мы сейчас не берем, мы берем силу природы, баков, там, чертей, всякие, да, вот, ну, вот, людьми средства, берем, да, вот мы делаем своими руками, все вообще мы делаем своими руками. В том числе стреляем, убиваем, да, там, строим что-то, потом взрываем, рогайство строим. Вот, вот, в основе наших действий, что лежит, внутри нас, что лежит? Побудительные реликмотивы. Вот, что нас побуждает? Разных людей побуждает разное, понимаете? Отлично. Вот, и дальше мы смотрим, почему от них побуждает одно и другое. Мы видим, что это зависит от уровня развития человека, в том числе и от воспитания, просвещения, образования. Понимаете? Вот, теперь смотрим, если у человека есть совесть, он будет совершать плохие поступки осознанно? Вот, нашли, международно осознает, я понимаю, не осознанно, а он может. Ну, вот, собственно, человек будет совершать плохие поступки в отношении других? Нет, не будет, значит, эта схема уже не будет работать. А таких схем много. Например, МММ, Мавроги. Вот, вот он человек бессовестный. Пожалуйста. А если бы на его месте был бы совестливый человек, он бы никогда такой не замутил. Понимаете, о чем речь? Или сделал бы как пример, а потом всем бы рассказал, что на самом деле это вот так, и все схемы такие, они вот так выстроены. И что нельзя такого делать. И я дам пример, сейчас буду сидеть специально для вас. Понимаете? Да, бежать. Деньги вам все вернуло. Деньги вернуть не могу, потому что эта схема такая, у меня в самом деле нет ничего. Вот. Понимаете, это вот только совесть не разобрали. Ну, честность, порядочность, нравственность, справедливость, та же самая, про которую мы говорили. Ну, давайте будем осуществлять все справедливости. Давайте будем пробовать. Но для этого люди таких должны быть. А в основе этих людей лежит вот это все. А это, как раз про это и говорят ведические знания все. Это основа. Все основное, понимаете, там, вторичность. Та же история исламинских народов, она вторична. Первичное качество, которое мы обладаем, которое мы себе должны взращивать. Нет, я про это и говорю, что единой концепции-то нет. Вот есть концепция, она отдельно, сама по себе существует. Основные те же ведические знания, они все разбросаны. И говорят, вещатели этих ведических знаний миллион. Каких только не существует. За просто залезть там, что-то поможет. У меня есть ядра какого-то такого, что вот, условно говоря, подобного, так какого. Но существует, есть вверх. Я вам сказал, вы говорите, применяете это не просто там, к чему-то, в политике, а применяете это ежесекундно, можно сказать, ежеминутно, ежечасно в своей жизни. Начните с себя, с себя начните. Возьмите ответственность за свои действия на себя. И даже если совершаете плохой поступок, как вы совершили, да, оцените его. Почему вы так поступили? Возьмите ответственность за этот поступок. И вы начнете, вот вы лично, начнете жить по-другому. Через какое-то время вы соберете опыт такого проживания. И сможете этим опытом поделиться с окружающими. И кто-то из окружающих его воскринет. Остальные ответы. А теперь давайте представим, что все его воскриняли. Вот и все и поменялось. Понимаете? А как же это, когда, например, в Китайцах, например, они пущены, просто как с ними взаимодействовать? И у людей тоже с вами. Китайцами как с Китайцами. Вот так вот. С волками жить по-другому, выйти. А сейчас же Китайцы пытаются... Я не вижу человека. Нормально? Сейчас же Китайцы пытаются на первый план поставить. И я говорю, до этого Англосакси как бы объединяли весь мир под себя, под свои правила. Сейчас Китайцы хотят построить. И всячески нас затыкают, чтобы мы первыми не были. Но Китайская модель мира, она вот как раз у них масштаба недостаточно, чтобы освободить всем миром. То есть их модель, она далеко не всем она привлекательна. Я не беру сейчас Англосакси, а вообще другие народы, которые проживают на Земле, в Африке в той же, и в Южной Америке, в конце концов Европы, Россия. Далеко не все хотят жить, как Китайцы. Ну, у них же есть тоже определенные ценности, кодексы, там вот такие все, да? Далеко не все хотят вот так жить. И далеко не все воспримут. А наша модель, она шире. Вот наша модель, больше людей, если мы говорим о мировом управлении, больше людей встроиться. Потому что как только мы произносим слово «справедливость», все сразу бегут сюда, дайте нам справедливости. Следующий, произносим «совесть», и некоторые говорят, ну может нам уже справедливости, или не знаю. Потому что, ну вот, если я такой умный, если я красивый, то дайте мне все, это будет справедливо. А они говорят, ну а это не по совести. А совесть тут брыщок. Мы же просто справедливость, как бы, а нет. Вот, понимаете, но наша модель шире, и под нее можно больше людей встроить. Они сами встроятся, не только встроены, они сами встроятся, потому что они увидят в этом эти перспективы свои. Как-то долго они справятся. Переход идет постепенно. Я говорю, если огня дать сейчас по-настоящему, ноги и погорят, но большинство просто сгорят. А как думаете, все-таки аппарат китайский дуровник, кстати, высаживался там, на канале, обсуждался вот этот момент. Ну я заканчиваю. Другой вопрос. Дело в том, что на данный момент, если посмотреть, Китай раздувают, да? Если раньше раздували американцев, что они высадились на Луну, да? То теперь, вот, бывают китайцы, что они, там, ну не космонавты, да, а хотя бы там, шлепнулся. Чтобы их не смогли идти, их на обратную сторону не следят. Да. Вот. То есть, это космическая держава, вот о чем речь. И это важно не столько всему миру, то есть, впоследствии всему миру будут рассказывать, а вот китайцы высаживают, да? А сейчас это важно самим китайцам, чтобы они себя почувствуют. Да мы, космический держава, мы все можем. Но подъем такой же, как в СССР, да, и такой же подъем. Сталин просто перехватил. И в СССР это проект мирового проекта, они отрабатывают на такую схему управления. И сейчас они это все в Китае осуществляют. В Китае социализм, как он не социалистический, не общественный. Он не общественный. Вот. А модель переносят от нас. Они взяли у нас модель, разрушили страну, потому что больше лидеры здесь не нужны. Потому что наши были готовы уже там, в 80-90-х годах, в основном, сглая, при смех. Значит, Запад сбылся, были все равно, мы первые. Рядом просто никого не будет. Все, в СССР. Ну вот, да. И, значит, нас под это уничтожили, чтобы мы лидерство не перехватили. И сейчас нас опять оторвали от нас все республики. Ну, в частности, Беларусь, да, Сергей Лукашенко, который, вот, у него единственная задача, не дать воссоединиться, ну, что угодно, но не дать воссоединиться. Вот. И Украину вот. Оторвали. И еще, говорю, нас мало. Ну, даже вот, если брать, вот, по-другому бизнес, который, проект, который сейчас существует, тот же интернет, мало пользователей, меньше денег. Наши фирмы, не конкурентоспособны, ну, на русском языке, которые пишут, потому что программное обеспечение на русском языке меньше востребовано. Ну, меньше пользователей. А англоязычных больше. И все там богаче все. Вот даже вот так вот. И если человек в душе не чувствует, что надо писать на русском, что это надо, он будет писать на английском. Поехал на запад. Чего я, говорит, буду? Да, зачем эта страна нужна? Я ей там хорошо проживу. Никто же, ни у кого же нет ответственности, что он получил образование бесплатное. Надо, в сегодняшний день я бы сделал так, что получил здесь бесплатное образование, 15 лет от работы в этой стране. Хочешь куда-то поехать? Ну, тебе счет. Не можешь сразу оплатить? Буду любезен отчислять. Уезжай и отчисляй оттуда в страну, перечисляй. Эти деньги пойдут на образование. Вот и все. Выстречет за образование. А как интересно, на западе сделали, я в 90-й годы это помню. Они не признавали наши дипломы, но при этом брали наших специалистов, которые им нужны. А так диплом просто поехал со своим дипломом. Да это никому не нужен. Что это за диплом? Забавно. Ну что, на сегодня может потихонечку сворачиваться. Будут персональные вопросы еще потом. Ну мы на улицу выйдем и уже... Ну смотрим. 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 Ну скажите, такой проект как Герман Стержик. Просто мы вчера были на ярмарк и приехали с каким-нибудь впечатлением, негативным. Негативным, но кажется, что такая дискредитация. И вот это вот старо-условянское. Где вот, ну это такое, на второй вопрос. Вот эти гнические знания, вот где их, какой источник там более... Я не скажу. Да, не скажу, он более полноценный вот оттуда взялись. Трудно сказать, у нас в рассылке появляются. Вы можете почитать. Может, вы сейчас на сайте заведете? Рассылки. Рассылки, да. А где в рассылке? Нет. Это в группу надо включиться. Да. Кто занимается, тот рассылками нет. Сейчас мы должны спокойно дозвать. То, что я рассказываю, с этим очень трудно спорить. Все распорят. Но с этим очень трудно спорить, потому что я не делаю ссылок, мало ошибок, я привязываю, конечно, несколько, все то, что я рассказываю, критическими, да, но это так привязано, что не привязано к конкретным персонажам, не привязанным. Что все-таки народу уходит? В смысле? У вас, вовремя, не очень много народу? У нас не очень много народу, потому что мы только растем. А на сегодня же день у нас площадки наши переполнены. Понимаете? Если бы я не был выступать у Тарана, то вот уже на данный момент здесь было бы там несколько раз больше людей, чтобы хотели бы попасть на курс. И что бы мы делали? Понимаете? То есть с позиции заработка денег это здорово, у нас нет такой позиции. Поэтому мы ограничиваем. Ну, сколько мы можем, с каким количеством людей мы можем качественно взаимодействовать, мы такое количество определяем. Условно говоря, там 50 человек. Ну, может быть, немножко больше. Ну, на данный момент пока так. Может, в следующем году будет переговорить? Я не знаю. Посмотрим. Пока вот так. Поэтому мы эту цифру не приступаем. По-моему, скажи. Да, я помню. Ну, понимаете, у него в этом самом домостройте у него мужчина, глава всем. Он, собственно говоря, сидит на знаниях царской России романовской. И вот церковь, да, вот церковные все вот. Но у него другое христианство, у него не каноническое. У него своеобразное. Ну, может быть, я в таких подробностях не вдавался. Но, понимаете, изначально эта вся схема, вот эта романовская, она построена все равно на насилии. В том числе, давайте вспомним, что при Романовых женщина была бесправна. То есть, если умирал муж, то все это хозяйство передавалось кому-то еще. Ну, вот, по крайней мере, случаи были при переселении, когда христиан переселяли в Сибирь. Если мужчина умирал в дороге, а переселялись они долго и ехали, они за лошадь не ехали, вот, то жена оставалась без имущества. Емущество передавалось там, ну, я так понимаю, породнее поможет быть имущество. То есть, ну, по многим другим вопросам, женщины были обделены в Романовской России, но они не могли служить. Давайте вспомним того же Достоевского произведения. Вот, помните там, как ее зовут? Анастасия Филипповна. Нет, вот это молодая, которая пришла, то есть, извините, у нас все это, фамилия была, главного персонажа, мышкина. Пришла и говорит, молодая, пришла и говорит, я хочу, чтобы вы мне руководили. Помните, она хотела выйти на общественную деятельность. То есть, женщина не могла самостоятельно выйти в общество, чем-то заниматься. Общество ее осудило просто сразу. И вот Стерлингов придерживается вот этой позиции. Это достаточно жесткое управление. А если мы вспомним, что он хотел быть президентом страны, это вообще весело. Да, вот это как раз беда, то, что многие начинают увлекаться историей, и как бы у них история заканчивается последним тысячелетиями, что они изучают. А настоящие винические знания, они до этого были. А последним тысячелетиями, это темные времена вообще. Поэтому, вот эта вся история последняя, это просто опыт наших страданий, мыдарства. Ну, Стерлингов, понятно. А, наобъяснение, что, ну, Стерлингов, не оборудшится, что, ну, по магазинам, где то есть, да, там стоят, как бы было у нас по-моему, у Стерлингов, Стерлингов, и попадались там все вот эти вот вяженные представители, да, там, на Тойота фронт-розер ездят, у каждого айфон, и как-то они вяжутся, вот эта жизнь, да, которая... Реклама. Ценность, которая жила я... Да, да, вот театра филы. Ну, то есть, у вас, где ты круглечером, вот даже перекусить было с семьей, как бы, так ладно просто, да, вот. Ну, то есть, какие-то такие вещи, абсолютно не вяжутся друг друг к другу, и это действительно какой-то опорочек, честно. Они же бизнесмены, они по-другому-то и не мысль получили. Ну, да, что шли из мира, шли, занимаются вот как-то на этих вот принципах, уже он старался. А вы понимаете, за счет чего они существовали, ну, по крайней мере, какое-то время? Ну, допустим, да, он, к примеру, да, Баранину поставлял своим знакомым бизнесменам по заученному цену, ну, не говоря, вот так вот. За счет этого он мог достойно жить, а иначе жил бы, как обычные крестьяне. То чувство, что его вот как-то привлекают, просто у него такой, ну, огне-пиар, ну, даже, вот его, ну, настолько его, ведь о нем знают, ну, как-то, знают. Ну, вот мой, ну, правильный, да, вот он, да, вот, наверное, его способ для группы. Такое чувство, что вот его как, вот, понимаете, да, как о проекте, вот. Ну, есть какие-то люди, которые за ним стоят, безусловно, а вот что просто так, что президент собирался, он реально же участвовал в избирательной компании. Есть те, кто его продвигает. Ну, еще раз говорю, вот масштаб личности, вот он заметен, вот он узенький, да, и вот, что он может породить его, пожалуйста. Кто хочет, чтобы такой человек нами руководит? Особенно, кстати, женщины постарелят. Кто в штанах? Вот, а всем достанется. Понимаете, да, понимаете, это вот внешне, внешне. То есть вот, с одной стороны, да, конечно, приятно, как там женщина в плоте, но с другой стороны, гнобить ее за то, что она по-другому оделась, ну, это ниже и все, что достойно. На себя посмотри. Так что вот, еще раз говорю, я считаю, что мы должны развиваться, должны расти, и тогда есть надежда на светлое будущее. Ну, я не говорю, светлое будущее, но в случае нас там, это грядущее, грядущее, да? А какую роль мы в нем будем играть? Потому что, еще раз говорю, в божественных мирах мы ограничены только собственным развитием. Мы когда туда попадаем, насколько мы развиты, насколько мы все можем. И да, те, кто не развиты, да, они чувствуют себя ущербными, поэтому идут сюда вот эти нижние миры на воплощение, чтобы здесь сыграть этот опыт. Это вообще подвиг. Так что очень снаботочный. Да. Все? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...